Здравствуйте! С последними событиями новости Дагестана на ННТ в студии Махач Курбанов. Коротко о главном. Экстремизм в сети наказуем. Уроженка Буйнакска признала вину и получила условный срок за провокации в интернете. Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии внедряет современные методы лечения. Об этом сегодня в выпуске. Дворцы Дагестана лучшие на международном турнире в Хасавюрте. Итоги континентального кубка в нашем спортивном блоке. И начинаем выпуск со срочного сообщения. Сибирская язва в Дагестане. Три жителя села Новокули госпитализированы с опасным инфекционным заболеванием. По предварительным данным, сибирская язва могла распространиться после контакта с больным быком. Ее жертвами стал мужчина, забивавший крупный рогатый скот, его приятель и супруга, у которой пока диагноз не подтвердили. Сейчас их состояние оценивается как средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Лечение уже дает положительный эффект. По словам специалистов, своевременное обращение к медикам спасло им жизни. Тем временем, глава Дагестана поручил правительству республики взять ситуацию на особый контроль. По его мнению, следует уделить особое внимание вакцинации скота, состоянию скотомогильников и изучить риски возникновения заболевания в будущем. В настоящее время в очаге заболевания проводится необходимый комплекс противоэпидемиологических мероприятий. К другим новостям. Жительница Буйнакска осуждена за призыв к экстремизму. Установлено, что 35-летняя Шахруза Дайдбекова умышленно размещала в интернете в виде комментариев провокационные сообщения. Девушка полностью признала свою вину и по ее ходатайству уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил Дайдбекову к двум годам лишения свободы условно, а также запретил в течение года заниматься работой, связанной с администрированием сайтов. Зеленые насаждения не пострадают. В мэрии Махачкалы опровергли информацию о вырубке около 150 деревьев во время реконструкции площади. Напротив, по словам экспертов, на территории создадут новые зеленые зоны. Ни одно дерево в рамках капитального ремонта площади не пострадает. На площади будут обустроены зоны для отдыха горожан и гостей. В рамках работ предусмотрена высадка 54 новых деревьев, порядка 25 кустарников. Сразу оговорюсь, что учитывая, что работы мы делаем осенью, заканчиваться они будут уже фактически зимой. К сожалению, часть растений мы не сможем посадить сразу зимой, поэтому они просто погибнут. Поэтому во всей своей красоте горожане увидят площадь к весне. Отметим, что реконструкция предусматривает перекладку, покрытие и замену коммуникаций. Кроме того, вдоль площади будут сделаны орнаменты в форме национальных ковров, а также площадка будет адаптирована под потребности инвалидов и других маломобильных групп населения. Завершить работы планируют до конца года. Новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. В России появится единый платежный документ по услугам ЖКХ. Он будет представлять собой одну квитанцию, в которой появятся графы с платежами за разные услуги. Благодаря нововведению, россиянам станет проще оценивать свои расходы на услуги ЖКХ. А властям станет легче следить за ростом тарифа. В Дагестане подорожала продовольственная корзина. Минимальный набор продуктов в республике составил 3969 рублей в расчете на месяц. Такие данные приводит местный орган госстатистики. Этот показатель стал вторым по величине по регионам СКФО. Самый дорогой набор продуктов в Чечне, а самый дешевый в Северной Осетии. В ежемесячный минимальный набор продуктов на человека входит почти 15 килограмм хлеба, 12,5 килограмм картофеля, по 1,5 килограмм фруктов, 3 килограмма мяса и 18 килограмм молочных продуктов. Между тем, по данным Росстата, жители Дагестана в среднем получают самую низкую зарплату в стране – около 18 тысяч рублей. Конечно, в расчет берутся только официальные доходы. В Дагестане плохо организован отдых детей. Республика заняла одно из последних мест в стране по летнему досугу школьников. Рейтинг составили эксперты Международного информационного агентства «Россия сегодня». В преследовании учитывались такие аспекты, как доступность отдыха для всех проживающих в регионе детей и благоприятные условия для проживания в лагерях людей с ограниченными возможностями. В тройку самых лучших попали Москва, Краснодарский край и Свердловская область. Ишемическая болезнь сердца бьет рекорды смертности в России. В Дагестане ситуация необнадеживающая. Внедрение операции аортокоронарного шунтирования с искусственным кровообращением – приоритетная задача Республиканского центра кардиологии, где с июля по октябрь уже прооперировано 9 пациентов. Подробнее расскажет Луиза Раджабова. Разгрузить сердце пациента с пастет ишемической болезнью – сложное микрохирургическое вмешательство аортокоронарное шунтирование. Оно требует высочайшего уровня медицинской подготовки и высококлассной техники. Совсем недавно за таким лечением приходилось выезжать за пределы Республики. Теперь жизненно необходимая операция доступна и у нас. Самое главное – это то, что в центре начали выполнять операции на открытом сердце, операции с искусственным кровообращением. Ишемическая болезнь сердца на сегодняшний день является одной из главных причин инвалидизации и смертности от болезни системы кровообращения. Примерно 50% больных, страдающих, то есть инвалидизация и смертность, она в спектре причин смертности, болезни системы кровообращения, заболевания сердца составляют где-то 50%, и большую часть из болезни системы кровообращения составляет как раз ишемическая болезнь сердца. То есть это очень важный фактор и очень важное заболевание, научившись лечить которое, мы существенно увеличим продолжительность жизни пациентов и качество их жизни. Раньше больных с диагнозом ишемической болезни и последующей закупоркой сосудов оперировали, вскрывая всю грудную клетку. Теперь достаточно лишь двух маленьких разрезов. 65-летний Айдемир, которому выполнили сложнейшую операцию на сердце, уже через несколько дней отправится домой. Выполнена операция аортокоронарного шунтирования, шунтированы три коронарные артерии. Значит, послеоперационный период он находился в реанимации, гладкое течение. В первые же сутки через буквально 2-3 часа больной экстубирован, переведен на самостоятельное дыхание после операции. Сегодня уже 8-е сутки после операции больной в удовлетворительном состоянии готовится, иншаллаху рахман, к выписке. Буквально месяца 6 назад у меня как-то оттышки начались. И я как-то думаю, давай я проверю. Все три сосуда закупорены почти на 95%. Потом они говорят, хочешь, отправляем Астрахан, хочешь, в Москву отправим. Ну, врачи сказали, у нас тоже делай. Выполнение операции на открытом сердце стало возможным после приведения операционного блока и реанимационного отделения в соответствии с современными стандартами медицинского оснащения. Эта операция делается только при ишемической болезни сердца. Это считается прямая ревоскулизация миокарда. То есть при ишемической болезни сердца делается в основном две операции. Это ортокоронарное шунтирование, либо это делается стентирование сосудов. Если эту операцию не проводить, если не проводить прямую ревоскулизацию миокарда, эти пациенты, как правило, переносят инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда может быть как небольшой локализацией, так и большой трансморальный инфаркт. Вот чтобы предотвратить этот инфаркт миокарда и угрозу внезапной смерти, проводятся вот такие вот операции. Сотрудники Дагестанского центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии провели уже девять успешных операций. Пациентов, желающих быть прооперированными именно на родине, становится все больше. Мне предлагают, давай в Москву поезжай, давай в Астрахан надо делать, в хорошую клинику. Я говорю, нет, у нас тоже, оказывается, дело, я не знал, что здесь делают шунтирование. Я знал, что здесь стентирование делают. Оказывается, здесь и шунтирование делают. И, короче, сказали, что заехал сюда, принялся здесь. Поговорили с врачами, говорят, мы можем делать. Я говорю, тогда своим лучше доверить. С каждым действием врачей кардиоцентра у пациентов увеличиваются шансы на жизнь. Работает новейшее медоборудование. Операция контролируется с первой и до последней минуты. Все ювелирно. На счету каждый миллиметр артерии. За те 50 минут, пока бригада медиков спасает пациента, сердце начинает работать, как часы. Луизара Джабова, Муса Салгиреев, Новости ННТ, Махачкала. И в продолжение темы медицины. Врачи Дагестана накануне прошли обучение у первоклассных специалистов в области ортопедии и травматологии. Впервые для этого не пришлось выезжать за пределы республики. Представители крупнейшей в мире американской компании приехали в республиканскую клиническую больницу, чтобы рассказать региональным специалистам о новейших разработках в медицине. Так, одной из ключевых тем обсуждения стала проблема перелома проксимального отдела бедра. Активно стареет население и, соответственно, больше становится таких повреждений. И люди более требовательны сейчас к качеству жизни. Они не просто хотят сидеть дома, но хотят активно передвигаться. И на самом деле вот эта хирургия, о которой мы сегодня говорим, именно позволяет большинству людей, пожилых людей вернуть к прежнему образу жизни. Мы понимаем, что последние годы тренд, что в основном Москва каскадирует специалистов в регионы. И мы бы хотели, конечно, развивать регионы, чтобы представители, в том числе Дагестана, могли создавать свою мощную базу подготовки кадров, высокопрофессиональных хирургов. И можно было привозить их не только на территорию Дагестана, но и в другие республики. Муфти Дагестана получил благодарственное письмо за распространение идей мира и добра. Поблагодарить духовного лидера пришла директор Музея истории мировых культур и религий города Дербент Диана Гасанова. Она отметила огромную работу муфтията для объединения дагестанцев, приведя в пример строительство духовного центра имени пророка Исы, мир ему. Шейх заверил, что просветительский комплекс будет полезен для каждого человека. В нем также будет работать Музей культуры всех народностей Дагестана. Хочу сказать, что 5 лет наш музей функционирует, и 5 лет муфтият республики поддерживает работу нашего музея. Мы делаем какие-то совместные проекты, выставки. Самое главное, мы заручились его поддержкой, то, что он очень положительно относится сегодня к работе культурных учреждений. Шестеро дагестанских борцов выиграли золотые медали международного турнира в Хасавюрте. 11-й континентальный кубок по традиции проходил во дворце спорта имени Гамида Гамидова и был посвящен памяти прославленных борцов 19-го и 20-х столетий. Итоги соревнований подвел мой коллега Курбан Рагимов. Ему слово. Классика жанра. Финал Хасавюрт против Махачкалы. Категория до 74 килограммов, одна из самых конкурентных по составу. Магомед Хизреев и Магомад Дебиргаджиев накануне пробились сквозь жесткое сито турнирной сетки. В решающей встрече столичный вольник с первых минут завладел инициативой и солидным преимуществом. 6-0. Хозяина Ковра такое начало не смутило. Во втором периоде он поймал соперника на ошибки. Этот эпизод в итоге и предрешил исход поединка. Магомед Хизреев выигрывает второй турнир за эти 7 дней. Золото Хизреева стало третьим для Хасавюрта в стартовый день турнира. До этого Абубакар Муталиев в упорной борьбе взял верх над земляком Хасан Хусейном Бадрудиновым. Арамазан Ферзалиев крадости местной публики разгромил американца Эвана Хендерсона. Более 200 борцов из 11 стран. Из зарубежных команд особое внимание зрителей и специалистов приковано к сборной США. По словам тренера Эрика Герреро, команда приезжает в Хасавюрт набираться опыта и техники. В этом году после трехлетнего перерыва американцы привезли условно вторых и третьих номеров. Ни для кого не секрет, что Дагестан выпускает борцов высокого класса. У этих ребят всегда есть чему научиться. Что касается турнира, то здесь, как обычно, все на хорошем уровне. Это и уровень организации, и в целом обстановка. Проживание и питание – все в шаговой доступности, что является одним из главных преимуществ. Континентальный кубок проводит уже 11-й год. Он пришел на смену мемориалу Шамиля Умаханова. У турнира богатая история. Для многих именитых борцов эти соревнования в свое время послужили хорошим трамплином в большой спорт. Все олимпийские чемпионы, и Таймазу трехкратные, и Сайдниил, все прошли через эти турниры. И они становились, вот здесь набирали опыт, технику борьбы. И вот становились чемпионом мира, Европы, по юношам, по молодежи. Вот так они шли, поясните. А эти молодые, они должны уже показать свой результат. И даем возможность проявить себя, показать, с иностранцами бороться и набирать опыт. В дальнейшем, чтобы они тоже были такие же выдающие спортсмены. В 98-м еще я себя помню мальчишкой на этом турнире. Можно сказать, подходил к Мураду Магомеду, олимпийскому чемпиону, Мураду Маханову и другим иностранным борцам. Фотографировался у меня до сих пор, эти фотографии есть. И это на самом деле, эти дети сегодня, которые здесь заходят, для них тоже это большой праздник, большой спортивный праздник. И на этом растут. Пожалуй, главной неожиданностью первого дня стало поражение в финале Арсенали Мусалалиева. Махачкалинец был фаворитом схватки с Азаматом Даулетбековым. Судьба золота решалась в конце встречи, где борцу из Казахстана удалось провести контратаку. Второй раз участвую. Хотел бы поблагодарить всех организаторов. Очень понравилось здесь бороться. Атмосфера хорошая, соперники хорошие. В финале боролся с опытным борцом Мусалалиевым. По воле Сеучнева удалось мне выиграть эту схватку. Еще одно золото первого дня отправилось в Махачкалу. В полутяжелом весе не было равных Расулу Магомедову. В заключительный день конкуренцию хозяевам ковра навязали спортсмены из Алании. У них оказалось три чемпиона. Но первые места юниоров из Хасавюрта Ибрагима Абдурахманова и Азнаура Таваева все же укрепили позиции дагестанской команды в общем зачете. Победители Кубка получили денежные премии в размере 150 тысяч рублей. Курбан Рагимов, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Хасавюрт. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Смотрите нас в Ютубе и в Инстаграм. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова